Орхидея Орхидея прекрасно дополняет любой интерьер дома и офиса, создает ненавязчиво приятную атмосферу. К тому же, ее приятно как дарить, так и получать дар. Каждый цветоват мечтает о том, чтобы его растение цвело как можно дольше. Но что делать, если орхидеи засыхают? В сегодняшней аудио статье вы узнаете о причинах и методах спасения засыхающих орхидей. Причин, почему засыхает орхидея, может быть много. Растение прихотливое и может стать настоящим вызовом даже для опытного цветовода. Большинство проблем связаны именно с неправильным уходом за растением. Почему засыхает орхидея? Неправильное освещение, температура воздуха, полив, чрезмерный или недостаточный, повреждение корневой системы, вредители на корнях. Первые признаки болезни орхидеи. Цветок постепенно увядает, засыхают основные части растения, листья орхидеи становятся желтыми, стебли теряют насыщенный цвет, побеги листьев стали вялыми. Что делать, если засыхает орхидея? Обычно проблему замечаешь, когда основные части орхидеи уже засохли. Что делать тогда и как реанимировать? Первым делом растение нужно вынуть из горшка и внимательно осмотреть степень повреждения корней. Подсохшие или подгнившие корешки обрезать, посыпать древесным углем. Если засыхание затронуло листья орхидеи, нужно их также обрезать. Аналогичные для бутонов, но они часто падают сами. Что делать дальше? Корень орхидеи должен быть твердым на ощупь. Если же при нажатии ощущается пустота внутри или выделяется жидкость, корень загнил и орхидея реанимации не подлежит. Здоровый корень пересаживает свежий субстрат и новый горшок. Те корешки, которые были обрезаны или же засыхающие, обрабатывают фитоспорином. Препарат отлично подходит для защиты от грибковых и бактериальных инфекций. Даже если их и нет, нужно предупредить возможное развитие. Как заставить орхидею цвести? После длительного восстанавливающего ухода орхидею нужно выгонять и заставлять цвести, чтобы простимулировать развитие корня и не дать ему оставаться в спячке. Как заставить орхидею цвести? Набрать в стеклянную емкость теплую чистую воду. Поместить отростки корней, которые могут потенциально дать побеги. Ежедневно повторять процедуру, используя свежую воду. После каждой процедуры просушивать корень. Как стимулировать рост новых листьев? Для листовой части используется немного другой уход. Для начала засохшие листья орхидеи обрезают до живой части или начало стебля. После этого нужно использовать биостимулятор роста для того, чтобы подлечить ранки. Основной уход направлен все же на стимулирование развития корня, который влияет на верхние побеги. После реанимации корешков и листьев орхидеи нужно приступить к выгонке цитоноса. Для того, чтобы орхидея в дальнейшем не болела, нужно правильно размещать и ухаживать за ней. Регулярно поливать, подкармливать, сливать лишнюю воду из поддона, а также контролировать влажность и температуру воздуха. Комплексный уход обеспечит планомерное развитие орхидеи и отменное цветение без проблем. Пишите в комментариях о ваших способах реанимации орхидеи и подписывайтесь на канал Тюнэйчинфо, чтобы не пропустить интересные новинки.